Хорошие результаты были на прошлой неделе, Татьяна. Эта неделя у меня стоит, хвастаться нечем, но я и сама виновата. Девчонке ходить надо, спортом заниматься надо. То, что мы на работе делаем, это недостаточно, хотя у меня работа очень стрессовая, очень много беготни, очень много поднимания тяжелого, но этого не хватает. Поэтому у меня как-то не получилось в эту неделю, всю неделю ходить, и вот у меня вес остановился со спреями или без спрея. Спреи, конечно, очень помогают, очень помогают, тут ничего не скажешь, но ходить надо. Поэтому у меня все осталось так, как оно было на прошлой неделе. В принципе, я скинула где-то в размерах 10 килограмм, по-моему, у меня 97 было, потом 87 стало. Вот, в пределах 10 килограмм я скинула за все это время. Все, вот. Хвастаться нечем, только ругать, ругать надо меня. Да. Шикарно, нам бы так. Девчонки, я, девчонки, я скажу, это только со спреями так можно скинуть. Я сколько, сколько я диет делала, сколько я переделала, я говорю, как кормушечка вот этого, да. Мы стянулись, мы растянулись, мы стянулись, мы растянулись, вот так вот играю всю жизнь. Вот, но вот со спреями они очень помогают. Это нет чувства голода, тебя не тянет на сладкое. Ты пьешь воду столько, сколько тебе положено. И у тебя как-то режим у тебя, у меня, у меня режим образовался, да. У меня, я работаю в три смены, и вот я как-то с этим все как-то подтянула, и у меня режим. Я теперь и кушаю почти в одно и то же время, вот, и зарядкой занимаюсь, и всем-всем-всем этим, все это по режиму. А это ваши были фото, да, вот, в чате? А, ну, не-не-не, там вот это вот первая женщина, это другая. Я, я беленькая. А, ну, беленькая, но имеется в виду ваши тоже фото были, да? Да, да, да. А, нет, ну, так там результаты явные, там все прекрасно, вы умничка, молодец. Это все в комплексе, да, тут ничего не выкинешь, тут все, как оно есть, как оно положено, так оно должно быть. Может, у кого кто-то побольше времени, могут добавить другие силовые какие-нибудь или другую гимнастику, все. Ну, у меня, как говорится, вот, вот, что Татьяна дала, вот, я прям, я ей благодарна. Вот, я все это выполняю, и мне хватает времени на все это, и худею. Вот так вот. А теряю, нет, не теряю вес, не худею, а стройнее, девочки, стройнее, молодею, хорошее. Нет, восхищаюсь, восхищаюсь вами, у кого это все получается, и себя рухаю, потому что у меня вес стоит на месте. Ну, стараюсь, придерживаюсь питания сладкое, очень редко себе позволяю, настолько редко, что, ну, просто на меня это не похоже, потому что, ну, кто меня знает, сладкоежку, ну, как бы, сладости, это, ну, может, какое-то там маленькое там печенюшка или какое-то пироженка малюсенькое, это раз в две недели, если это раньше было ежедневно. То есть, ну, питание налажено, упражнения делаю, но я так понимаю, что у меня мало, все равно, малая физическая нагрузка, все равно мало ходьбы, мало движения, потому что, ну, утром я сделала упражнения, некоторые еще вечером я делаю там определенные на растяжку, вот, ну, видимо, мало. Вес стоит вот в одной паре, вот с того момента, когда я перешла на правильное питание, да, у меня уменьшились немножко объемы на 2 сантиметра, вот, а вес стоит, и объемы стали, все. И ничего больше пока не происходит. Но чувствую я себя лучше и бодрее, и мне кажется даже, ну, не знаю, девочки, мне так кажется, что даже никто этого не замечает, но я замечаю, что даже вот как-то, мне кажется, и кожа другая стала, и взгляд другой, и вообще как-то моложе. Это я так себя похвалить. Я, в принципе, просто сейчас так как хожу на спортивные занятия, то у меня получается очень строго там по питанию, у нас дневники, каждый вечер мы отчеты ведем, все по граммам, там вообще буквально все по граммам. Но хочу сказать, Таня знает, я уезжала на неделю в село, питание было как бы строгое, а вот физических упражнений, естественно, было намного меньше. И сразу показатели. Вес я скинула 3 килограмма за неделю, а вот мышечная масса, наоборот, уменьшилась. Вот все-таки без физических упражнений при похудении делать нечего, это 100%. Ну, вот такое вот у меня. Как бы талия у меня уменьшилась на 4 сантиметра, вес 3 килограмма. Ну, там, ну, кое-где осталось в прежней форме. В общем, надо работать. Только начала, поэтому новичок, только начинаю. Но вот хочу сказать, ходьба, да, вот у меня ходьба страдает, так как у меня проблемы с ногой. Вот если бы ходьба была, наверное, было бы вообще изумительно. Татьяна, я еще некоторую коррективу хочу внести в эту нашу тему. По питанию. Значит, однажды, когда я ходила беременная с сыном, я подошла к батюшке. Батюшка, доктор медицинских наук. Он мне сказал одну вещь. Что вы думаете, что он нам энергию дает? Это вещь одна только. Пожалуйста, не увлекайтесь питанием. Больше сейчас гуляйте. Вот, правда, ходите. Общайтесь там с птицами, с деревьями. Это все дает энергию. Трава, земля, босиком ходите. То есть не обязательно, ну, так скажем, наседать на еду. Вот и все. Вот единственное, что я хотела еще напомнить всем. Будете есть рыбу, сказал, волокон. То есть молочно-кислые рыбу, никакого мяса, молочно-кислые рыбу. Вот так. И нам, наверное, также нужно следовать. А вот вчера я слушала, ну, вот в интернете такую информацию. Я, конечно, просто ее послушала. Но какую-то часть я, конечно, приняла. Потому что, ну, соглашусь с этим. Что, значит, молочные продукты, да. То есть, ну, я считала всегда, что это полезно. Вчера я послушала информацию о том, что молочные продукты дают брожение в кишечнике. Что вот в основном, ну, вот многие люди, которые, вот, допустим, кефир, да, выпил. И сразу начинают бурление, и газы, вздутие, вот эти все вещи. Пожалуйста, одну вот такую вот вещь. Знаете, берете молоко с рынка, пусть оно будет подороже. Берете асселин или бактерии, таблеточку вот разламываете, капсулы, туда заквашивает. Нарине великолепно заквашивает таблетки. И на следующий день, нахлево стоит это все, на следующий день готовая простокваша. На пол-литра, по-моему, одна таблетка идет. Там надо поточнее посмотреть в инструкции, на рене. Это армянские ученые создавали еще в советское время. Вот возьмите такую рекомендацию, потому что лучше это простокваша, вы ничего не найдете на прилавках и нигде. Усваивается очень легко. Она как сметана, особенно вот этот ассадофилин продается. Ну, еще была какая-то закваска, сейчас почему-то ее нет в магните. И старым кефиром тоже нельзя заквашивать, там могут быть другие какие-то грибы. Поэтому можно купить что-то таблетированное лучше всего. Самое лучшее. Ну, усваивается легко. И антибиотики, и искусственные добавки. Говорят, что вообще вот, ну вот эта вот девушка, которая рассказывала в интернете, она говорит, что у нее знакомый, работая на какой-то молочном предприятии. И он рассказывал, как делаются йогурты. Он говорит, на там какое-то количество молочной смеси, то есть это, скорее всего, что это даже не молоко, может это какие-то там сухие продукты, ну вот именно молочные, там искусственные какие-то. Вот. И они добавляют туда, ну там микродозу какой-то вот этих вот бактерий. То есть это мизер. А потом они просто взбивают, вот эту молекулу добавляют и взбивают. И за счет вот этого, ну какие-то специальные рецептуры, я не знаю, там какие-то, наверное, вот аппараты, которые вот взбивают, и получается вот такой йогурт. То есть там практически ничего нет. Вот именно, ну, в магазинах я имею в виду. А если вот так самому делать, вот это, я думаю, что это прекрасно. С того, как мы стали брать эти продукты, я не смотрю на эти прилавки вообще. Я просто игнорирую, ниже моего достоинства купить в свой магазин. Привыкла уже к натуральному, уже не могу другое ничего воспринимать. А в советское время у нас все равно натуральные продукты, мы помним это молоко, совсем другого качества было, чем сейчас. Ну, мне программа очень понравилась, у меня даже есть результаты. Рецептаты, я третью неделю как бы участвую с вами, да. Вес у меня, конечно, не так сильно снизился, как у остальных. Всего 4 килограмма, но я очень довольна. То есть у меня, если раньше было 79 килограммов веса, то сейчас 75. Я считаю, что это очень даже хорошо. Занимаюсь я гимнастикой, все это делаю. Единственное, что я ходила еще к семейному врачу, к терапевту. И когда он посмотрел на мое давление, у него прямо глаза выскочили из орбиты. Говорит, вот это я вас лечу, классно, мои таблетки вам помогают. Давайте сейчас снизим в половину. Уже не целую таблетку пейте, а половину. Но не бросайте. Через месяц вот такого придете ко мне еще, покажете результат. Я говорю, хорошо. Ну и что, внучка моя сказала, что как-то я с ней пошла гулять. И она сказала, бабушка, ты что-то совсем перестала походить на бабушку. Я говорю, на кого? На тетю. Я говорю, спасибо. Это самый лучший комплимент. И у меня еще был, как-то муж покупал такой самый, по-моему, дешевый тренажер. Он называется тренажер-качалка. Вот стала заниматься этим еще тренажером. Так вот, вот именно что от этой, от гормональной гимнастики. Я считаю так. Я, конечно, очень удивилась. Я еще сходила к этому глазу, к глазному врачу, к такую листу. И в принципе, когда она проверила, потому что я сейчас на самом деле, если компьютером заниматься, то зрение падает. И она посмотрела и говорит, я даже не знаю, наверное, вам очки уже не нужны. А что вы делаете? И я говорю, я делаю это упражнение для глаз. Она говорит, интересно. Ну ладно, продолжайте. Так что я очень довольна результатами. Но вес, конечно, надо еще килограммов пять снять. Да, да, да. И вот сейчас полторы, у меня всего четыре килограмма, да. Какая-то супер. Девочки, мне бы ваши килограммы... Я не принимаю спреи, да. Я вот у вас такой новичок пока еще. А вот насчет воды, как вы говорите, пить, да. Вот здесь пьют... Здесь все ходят с бутылками воды. И пьют постоянно по один-два глотка. И дети так же все делают. И как-то я слушала передачу, тут вообще ведь все воды нет, и растения поливают капельным путем. И говорит, почему такие высокие урожаи? А потому что, говорит, вода поступает постепенно, но постоянно. То есть капелька, 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 и вот так вот все цветет, и снимают по два-три урожая. Ну, конечно, еще солнце и так далее, но пьют вот так, да. По одному-два глотка, но все время. Вот идут, там прошли, выпили. Нет, так, чтобы стаканами пьет, а вот так. Один-два глотка, один-два глотка, и вот так вот все время. Вот так, чтобы приучиться, девочки, чтобы приучиться пить воду, потому что вот когда маленькие, да, дети, вот когда просят воды, родители говорят, ой, хватит, сколько ты уже будешь пить воду, это водохлеб. А вот дети, они чувствуют, то есть они вот еще родились и с чувством вот этим вот потребностей, что вода нужна. А мы уже потом как бы вот ломаем вот это все. И вот как у меня подруга приучала себя пить воду, тоже, ну, не приучен организм. И она заводила будильник, и каждые 15 минут звенел будильник. И вот как только звенит будильник, она делает там 2-3 глотка. Вот, и так вот, и организм, ну, настолько привык, что теперь уже будильник не нужен, и, конечно же, она периодически уже сама просто тянется к воде и пьет. Вот, поэтому, если кто еще не приучен, попробуйте вот так. Субтитры подогнал «Симон» Таня, если честно, я вообще ничего не поняла. Я тоже ничего не поняла. Первый рисунок треугольник, потом открытый. У меня треугольник, все, дальше я не пошла. О, да, увидим. Нет, не получилось. Нет, 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 нет. Это и тарелку перевесит там, наложить там этих-то салфеток. Я еще хочу сказать, у меня тетя была заведующая в свое время рестораном. И вот мы как-то пришли из кино, она говорит, девочки, идите вот в ту комнату, я вам сейчас накрою стол, ну, для ужина, да. И буквально вот мы минут через двадцать зашли, вообще потеряли до речи. Скатерть белоснежная, тарелки, вилочки, ложечки. И вот эти вот, нам они даже показались не вилями, а прямо лебедями. Вот белоснежные такие эти салфетки были сделаны, да, в виде лебедей. Мы упали в обморок. Мы говорим, тетя Катя, как вы все прекрасно делаете. Это такой торжественный вид приобретает вообще. Так что спасибо вам за урок, да. Хорошо, спасибо. Все, до свидания тогда. До встречи. До встречи.